Доброе утро! Все обсуждают в основном проблемы глобализации, экологии, о них многие наслышаны. Проблему торговли людьми как-то меньше обсуждают. Почему? Да, вы совершенно правильно говорите. Поэтому и как раз этот день был введен, чтобы еще раз обращать внимание мировой общественности, правового сообщества к этой проблематике, которые действительно глобально по масштабам поражают воображение даже. Это, прежде всего, это преступный бизнес, многомиллиардный, который может достигать размеров не превышающих несколько раз бюджет такой страны, как Беларусь или Азербайджан или Казахстан, такие масштабы. И, конечно, это огромный бизнес и поэтому процветает. Но, как вы правильно говорите, об этом мало говорилось. И поэтому по инициативе, в том числе Беларуси, в 2013 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая назначила 30 июля как Всемирный день борьбы с торговыми людьми. Это как раз именно приурочено к тому, чтобы лишний раз обращать внимание всех к этой проблеме. Зинал, вот скажите, сколько ежегодно людей становится жертвами вот этой вот торговли людьми? Знаете, это очень цифры, конечно, такой... Относительные такие, да? Единой цифры, конечно, по этому поводу нет, но была очень хорошая оценка проведена в 2012 году Международной Организации Труда, которая оценила, что в мире на тот момент оценочное количество жертв торговыми людьми или людей, которые были вынуждены заниматься сопротивляетельным трудом, превышало 20 миллионов. 20 миллионов человек. А какие страны эту статистику выглавляют? Это по регионам, конечно, можно сказать. В первую очередь, это Юго-Восточная Азия. Но как бы это ни звучало парадоксально, даже развитые страны, европейские, североамериканские страны, тоже эта цифра внушительная, превышает миллион. Если говорить об этом регионе, куда Беларуси принадлежит, то есть регион Восточной Европы, Юго-Восточной Европы, Евразии, в контексте, конечно, бывших стран Советского Союза, это 1,6 миллионов. Оценочные цифры, конечно. Зинал, ну вот как мне кажется, ведь в нашей стране, может я ошибаюсь, неужели это тоже проблема стоит торговля людьми? Мне кажется, в нашей, ну как-то у нас настолько государство об этом заботится, настолько у нас как-то все цивилизовано. Неужели в нашей стране тоже есть проблема? Ну, звучит по крайней мере очень дико. Дико, что торговля людьми занимается в нашей стране. Да, сама проблема, она действительно дикая. Несмотря на то, что 21 век, эта проблема существует. Она существует везде. Дело не в Беларуси, дело не в какой-то другой стране. Делается очень много. Но, как я сказал, это транснациональный преступный бизнес. Тут вопрос решать в пределах одной страны, это невозможно. Есть процессы, миграция постоянно происходит. Вы говорили о проблемах глобализации, других проблемах. Они же идут параллельно с миграцией тоже. И тут, конечно, преступные элементы всегда пользуются случаем. Всегда есть спрос, есть предложение. А скажите, каким образом вообще человек может попасть в эту группу риска, так сказать? Как он может стать жертвой торговцев людьми? Это очень просто. Потому что люди, которые занимаются этим бизнесом, этим преступным бизнесом, они тоже развиваются. Они тоже смотрят, как идет динамика. Они пользуются любым пробелом, который существует в законодательстве. Любые возможности, которые есть в экономике. Проблемы в экономике. Вот часто бывает, если там страна, где есть безработица, допустим, если высокая, тут же обращают внимание, что да, люди отчаянно иногда могут принимать любые предложения. Ну, обещают, золотые горы, устройство, работа, хорошие оплачиваемые за рубежом. Ну, человек покупается, соглашается, выезжает и дальше уже попадает. То есть как основная приманка, это какая-то перспективная работа за границей? Это в первую очередь, естественно. Чтобы избежать этого, в данном случае, чтобы не попасть в такие вот сети, действительно много людей хотело бы выехать за границу, поработать там. Но это даже не потому, что здесь вот плохо, а просто потому, что в качестве интереса, особенно молодые люди, которые хотят посмотреть мир, поехать за границу поработать. Что нужно предпринять, куда нужно позвать, каким образом нужно обезопасить себя? Совершенно верно. Вы задаете вопрос, вопрос актуальный. В том плане, что прежде чем решиться на что-то, куда-то выезжать, особенно за границу по трудоустройству, нужно очень взвешивать все решения свои, ознакомиться с ситуацией в той стране. Для этого делалось очень много. Есть горячие линии, телефон горячей линии, мы также обеспечиваем их работу. Они могут получить коллекционный ответ. То есть нужно изучать ту страну, куда выезжаешь. В первую очередь нужно стараться, чтобы это было легально. Это самое главное, самое первое условие, чтобы был подписан контракт, чтобы знала информация была о работодателе, о пребывании в той стране. Узнать, слава богу, что здесь доступ к информации, можно это легко узнать. Тем более можно и обращаться, звонить по телефону горячей линии, а потом, надеюсь, вы покажете в конце передачи. Потому что это очень важно. Несмотря ни на что, прежде всего нужно думать о своей безопасности. В понедельник был дан старт серии мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы с торговыми людьми. Вот какие проекты, по вашему мнению, должны привлечь внимание белорусов к этой проблеме? Знаете, в первую очередь действительно нужно как можно широко освещать эту проблему. В средствах массовой информации. В средствах массовой информации в этом плане, конечно, и огромный... Вот видите, вы к нам пришли, мы уже маленький шаг к этому сделали. Да, это очень хорошо. Вчера у нас состоялась пресс-конференция, тоже об этом много говорили. Мы задавали очень хорошие вопросы, и ответы мы старались давать. И нужно именно работать с той категорией людьми, которые наиболее подвержены этому риску. Это в первую очередь молодежь, которым, конечно, еще не вполне сформировались о трудностях жизни. Они еще мечтают, еще верят в добро, в человеческое добро, но часто забывая при этом об осторожности. Опять-таки, они должны проверять эту информацию. Поэтому нужно информировать людей, нужно работать со школами, нужно образовательными учреждениями. Информацию нужно как можно широко расширять. У нас есть проекты, которые именно на это направлены. То есть в первую очередь провести профилактику. Лучше ведь предотвратить, чем потом помогать людям. Это правда. Но, к сожалению, эфирное время у нас сокращено, имеет свои рамки. Может быть, вы подскажете сейчас для наших телезрителей, как они могут получить ответы на свои вопросы? Ну вот, кстати говоря, у нас сейчас на экране указан номер вашего телефона, по которому можно позвонить и получить полностью консультацию. И, в общем-то, понять, все ли хорошо с работодателем, с которым предстоит вам работать. Я так полагаю, что телефон сейчас вот точно абсолютно на экране, да? Да. Зейнал, огромное вам спасибо за то, что вы нашли время и возможность прийти к нам сегодня в гости. Это вам спасибо, что обратили внимание к этой проблеме. Мы будем по мере возможности вам и дальше помогать. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях был глава представительства международной организации по миграции в Республике Беларусь Зейнал Гаджиев. 30 июля Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Ну, сейчас смотрим нашу следующую рубрику «Готовьтесь записывать традиционный белорусский рецепт». Доброе утро, и сегодня мы с вами будем готовить летний лёд.